Все очень просто, анекдот до слез. Участники по кругу рассказывают по одному анекдоту. Правда, перед этим они скидываются по одной тысяче рублей. Так вот, после каждого круга все участники голосуют за самого хренового рассказчика, который вылетает. Таким образом, в каждом круге становится по одному участнику меньше. В финале остаются всего лишь два рассказчика. И уже все выбывшие голосуют за того, кто выиграл. Ну или за того, кто проиграл. Поехали знакомиться. Первый человек. Удивительный, красивый Виталий Ботов. Здравствуйте. Здорово. Отлично, идем дальше. Илья Абуха. Да, это я. Всем привет. Александр Кудрявцев. Семен Семенов. Приветики. Привет. Александр Мирошников. Победитель предыдущей программы это Андрей Анашки. Новичок. Один из новичков, кто сегодня впервые. Алексей Владимиров. Здорово. Некоторые путают, говорят Владимир Алексеев, но на самом деле, да, Леха, просто Леха. Ну и, друзья мои, человек Мерседес. Обладатель всех завистливых глаз здесь, потому что когда он подъезжал на новой тачке, все... А, ну понял, да? Она не моя, она на Ротенберге, я должен был. Просто плюсы подъявили. Антон Новокрещенов. Здрасте. Все, ребят, давайте поштукарю вот сюда, в центр, между вашими стаканами. Штука, 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 штука и... Пожалуйста. Друзья. Передайте за проезд, пожалуйста. Давайте, давай сам. Давайте сам. Традиция была хорошая. Андрюха, у тебя рука счастливая, передай, пожалуйста, мою тысячонку туда тоже. Давай, 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 давай. Ничего страшного. Ничего пока страшного. Рано, рано, Илюха. Сегодня банк побольше, да? Друзья мои, сегодня, хотя я не участник и не выиграю, я баклажановый фирменный штукарь заберет тот, кто выиграет. Все по-чеснокуре, ребят. Готов? Где? Итак, новичок, я попрошу поаплодировать ему. Слушай, Виталий Ботов. Короче, друзья, взрослый дяненька, лет 70, без жены, всю жизнь копил себе на похороны, и тут решил психануть. Вот ни разу за границей, говорит, не был. И вот приходит в агентство, мне, говорит, нужен специфический отпуск, вот есть ли такой отель. Говорит, все хорошо, покупает путевку, прилетает в Турцию, заселяется, женщина еще раз его предупреждает, вы понимаете, что вы попали в специфический отель, он говорит, мне прям такой отдых и нужен. Все, располагайтесь, заселяйтесь и наслаждайтесь отдыхом. Все, получает ключи, выходит на пляж, табличка, на пляже можно отдыхать только голенькими. Он говорит, ну хорошо, нормально, разделся, только заходит на пляж, проходит невероятно сексуальная девушка, красивая, прям вот с обложки журнала. Ну и у дедушки приподнимается, девушка останавливается и говорит, вы меня звали? Он говорит, нет, я вас не звал. Ну как вы, говорит, не звали, у вас все, говорит, уже готово. Он говорит, получается, звал, они уходят куда-то в кусточек, у них происходит волшебство. Дедушка говорит, вот это отпуск, вот это классно. Заходит в душевую на пляже, моется, говорит, классный отпуск. И чуть расслабился, пукнул. Из соседней кабинки накачанный мужик, вы, говорит, меня звали? Он говорит, я вас не звал, ну, говорит, вы же пукнули, вы меня, видимо, позвали. Тот ничего не смог сделать. Этот качок его взял в обиход. Дедушка в ужасе бежит на ресепшн, говорит, выселяйте к чертям собачьи меня из этого отеля. Девушка говорит, так вы два часа назад только вот приехали. Он говорит, девушка, поймите, мне 70 лет. У меня член встает раз в месяц. А, пукаю, я каждые пять минут. Ну, и так бывает, друзья мои, да? Это какой-то личный опыт, или это просто анекдот, или это в чью-то сторону. Судя по всему, я самый старший, ну да. Ладно, спасибо. Мне кажется, прикольный анекдот. Отличный. Илюх. Поехали. Значит, два алкаша, Ларя и Джо, просыпаются утром, дикое похмелье, башка трещит в карманах. Ну, вот прям вообще ничего нет, карты пустые, в холодильнике только одна сосиска валяется. Думаю, что делать, здоровье-то надо как-то поправить. Ларя такой говорит, слушай, знаю, есть идея, берет сосиску, пошли они, значит, вдвоем в соседний бар. Заходят туда, заказали выпивки, еды, сидят, поправили, вообще х**, себя чувствуют. Прям по кайфу. Тут в какой-то момент Ларя берет, значит, расстегивает штаны, вставляет туда сосиску и говорит, Джо, сосиску. Говорит, ну ты что, ты х** что ли? Вставай на колени и сосиску, я знаю, что делать. Говорит, ну ладно, рассказал, так надо, Джо, значит, встает на колени, начинается с**ть, бармен все это видит, говорит, так, вы, говорит, ебаные гомосики, пошли отсюда. Эти быстро сматываются, ну и в другой бар. Так вот после седьмого уже бара, они выходят опять уже, наелись, напились, все классно. И Джо говорит, слушай, говорит, дружище, может, хватит уже, наелись, напились, все прекрасно, говорит, уже и колени болят, устал я. И Лария говорит, да, согласен, а то я после третьего бара и сосиску пр*****. Ну вот так, давайте, давайте. Да? Ну да. Ребят, вот вариант с сосиской, чтобы на халяву бухнуть, только два бара. Дальше как бы есть резонность с**ть настоящему. А ты люк. Спасибо, Илья, я буду знать это. Надо было сардыльку пройти, сосиска тоненькая. Саш, это такое не только, да. Если ты не понял, смысл не в этом. Саш, мы же не просили. Сделали в размере. Короче, я... Кстати, подожди, подожди, подожди. Кстати, сосиски сардыльки лучше всего жарить на грилях от компании Пикник. Барбекю-салон Пикник. Несколько десятков грилей, тандыров, мангалов. Лучшие мировые российские производители. Грамотные, доброжелательные, внимательные консультанты. Бесплатная сборка и доставка. Адрес Академика Сахарова, 11, на Тополиной аллее. Короче, понял, какие анекдоты? Хорошо. В общем, сказочный лес. Там завелась такая оказия. Завелся желтенький ослик. Еб***ь зверей. Выб***ь же пол леса. Вторая половина от него шугается, бегает, прячется. В общем, всех за... Делают они собрание, думают, надо что-то решать, как-то желтенького ослика выгонять из леса. В общем, решают ему забить стрелку. На большой поляне забивают ослику стрелку, посылают туда самого страшного зверя, змея Горыныча. Вот, все, змея Горыныч летит к поляне, такой летит, смотрит посередине поляне, такой желтенький ослик стоит, смотрит на это все дело. Змей Горыныч на него крыльями машет, ветер поднимает, вихрь, все, вот это вот деревья гнутся. Боишься ли ты меня, желтенький ослик? Боюсь, змеюшка, боюсь. Тот ниже спускается, пыль поднимается, уже камни летят, деревья там все, ветки. Боишься ли ты меня, желтенький ослик? Боюсь, змеюшка, боюсь. Он прям спускается огнем, всю поляну выжигает, вокруг все горит. В общем, ну страшно. Боишься ли ты меня, желтенький ослик? Боюсь, змеюшка, боюсь. А чего ты боишься? Первый раз такого урода ебать буду. Саш, тебе с твоей красотой не грозит быть ни тем, ни другим, но хотя кто знает. Итак, друзья мои, человек удивительной красоты. Незаслуженно был заслужен в прошлой программе, я так считаю. Опа! Незаслуженно! В этот раз тебя выкинуть заслуженно, так что давай рассказывай. Хорошо, представьте себе средневековье, состязание лучников. Собираются все трибуны, все собрались, выходит первый лучник, красивый, шикарный, у него обтягивающие трико, у него лук, у него стрелы колчан. Он выходит, 100 метров стоит человек с яблоком на голове, естественно. Тот выходит, достает свой шикарный лук, стрелу, натягивает тетиву. Минутка концентрации, попадает точно в яблоко. Поднимает руку, I am Robin Goode. Трибуна, вау, лучший, лучший, лучший. Выходит второй лучник, еще выше, еще красивее, еще более обтянутый трико. Еще больше лук, еще красивее стрелы, достает, натягивает тот же самый человек с тем же самым яблоком, натягивает точно в яблоко. Поднимает руку, I am Quentin Dorward. Вау, лучший, лучший, лучший. Выходит, следующий лучник, маленький такой, маленький, тащит за собой гигантский просто лук. Гигантский лук за собой тащит, достает эту стрелу, там не стрела, там бревно целое как-то водружает на лук, натягивает тетиву, тот же самый человек с тем же самым яблоком. Он натягивает, пыжится и сносит нах**лому человеку с яблоком. Поднимает руку, I am sorry. Вик, ты просто улыбаешься, а мы продолжаем с Сашей Мирошников, премьера на анекдот до слез. Так, из средневековья возвращаемся в наше время. Трасса, едут два дальнобойщика, едут давно, давно не видели женщин, захотелось любви. И смотрят на дороге, стоит красивая, обаятельная, не совсем старая в принципе. Останавливается, говорит, поедешь с нами? Она подумала, говорит, ну делать все равно нечего, поехали. Садится, едут, значит, и водитель говорит сменщику, говорит, слушай, ну ты иди с ней покайфуй, а я пока порулю. Ну они уходят в спальник, значит, там веселятся, волшебство у них, все здорово. Через какое-то время сменщик вылазит оттуда и говорит, слушай, ну она так-то вообще крутая оказалась. Давай, я порулю, а ты иди покайфуй. Все, меняются, сменщик садится, руль такой мчится, тихий огонек в моей душе. Ну все как в фильме, все. Сменщик прыгает туда, все, они, значит, там веселятся, минут 30 проходят. Вылазит, значит, девушка и говорит, слушай, у тебя такой сменщик, зверь оказался. Давай, ты иди покайфуй, а я порулю. Вот что ж, опыт жизненный, Саша, несмотря на твою молодость, у тебя вели. Мне понравилось, это не нужно. Вот, особенно мне понравилась тапка родина, Илья как радио-диджей сразу начал потанцовывать. Давай, победитель прошлого раунда. Да хорош уже, подожди. Которого в этот раз все хотят захи***ть, но все по справедливости. Сначала Семен, а потом тебя. Чем начать-то? Ну ладно, такой анекдот. А, давай продолжим тему трассы. Давай, давай продолжим тему трассы. Мама с маленьким трехгодовалым сыном, который сидит сзади, едут по трассе, ну сейчас лето, ну на шашлыки, например, да. Вот они едут, и вдруг в лобовое стекло прилетает вот такой дилдак огромный, так бум, и отскакивает. Тишина в салоне, и сзади сын спрашивает, мама, мама, а что это было? Мама такая, шмель. И детский голосок сзади, ух ты, а как он с таким ху**ом тает? Вот, ну, на, Андрей, насмотрелся, я смотрю, ты брат. Да. Вот, отлично. Да, сейчас тоже новичок нашей программы, Алексей Владимиров, человек, который вообще очень серьезный, но сегодня долги и желание прославиться привело сюда. Восьмая ипотека, друзья. Слушайте, понятия не имею, с чего начать, заготовил много еврейских анекдотов, вам еврейский или старый? Давай не выделывайся, рассказывай. Давай старый еврейский. Старый еврейский, окей. Ну, хорошо, представьте себе, начало 20 века, черта оседлости, знаете, что это такое, да, живут евреи вместе с русскими, бог, бог. На двор к Абраму приходит Иван, с топором приходит. Абрам думает, ну, слушайте, капец, опять погромы начались, надо прятаться. Ну, Иван его окликает. Абраша, весна посевная, денег нет, сеять надо. Дай мне, пожалуйста, на семена рубль взаймы, а я тебе осенью два верну. А чтобы ты не сомневался, я вот тебе топор дам в залог. Абрам вытирает пот, говорит, фу, слава богу, погрома не будет. Ну, хорошо, дает Ивану рубль. Топор забирает. И, вроде как, расходятся миром. Иван, довольный, сжимая в кулачке рубль, уже выходит со двора Абрама. И только уже, там, вот, как будто след его простыл. Абрам его окликает. Ванечка, Ванечка, вернись, я тебе еще кое-что скажу. Иван возвращается. Абрам говорит, я ж понимаю, как тебе осенью-то тяжело будет рубль отдавать. Я ж хочу тебе жизнь-то облегчить. Давай ты мне осенью, вместо того, чтобы два рубля, будешь рубль всего отдавать. А рубль второй мне сейчас вернешь. Ну, так же проще будет. Ну, Иван репу почесал. Ну, да, конечно, рубль-то проще, чем два возвращать. Ну, отдает, значит, Абраму рубль. Идет и думает про себя. Так. Топор отдал. Рубль взял. Рубль отдал. И еще рубль должен. И ведь все правильно. Да, да. Итак, Антон Новокрещенов. Красивый, но умный. Что не соответствует первому. Чего ты меня сразу обижаешь? Ну, он тупой, давай расскажем. Вот. Очень много длинных анекдотов было. Я завершаю в этом раунде. Я думаю, что короткий или подлиннее? Да не выделывай. А как ты любишься? Посмешнее. Как ты любишься? Посмешнее. Давай, я от себя оттолкнусь, значит, подлиннее. Хорошо. Не столько анекдот, сколько, наверное, жизненная история. Письмо в мужской журнал. Уважаемая редакция, подскажите мне, пожалуйста, помогите советам. Мне кажется, мне жена моя изменяет. Как я это понял? В общем, стали звонки телефонные поступать. Естественно, они стали скрываться от меня. Но я, как любящий муж, не могу позволить себе как-то жену трясти и третировать. В общем, я решил просто за ней последить. И вот очередной вечер. Она на больших котлах. Она в вечернем платье. У нее очередное вечернее совещание на работе. Говоря о том, что за ней приехало такси, она выходит в подъезд. Я решил за ней последить. Я юркнул за ней. Пролетая вниз, несколько пролетов, быстрее, чем едет лифт. Просто пять этажей вниз. Я уже спрятался за дверью в подъезда. Только лифт открывается. Я, естественно, приезжался к стене. Она прошла, меня не заметила. И направилась, конечно же, не к такси. К большому черному джипу. У меня здесь немножко волнение и эмоции взяли вверх. Я сделал так, чтобы вот прям совсем она меня не заметила. Я почувствовал, что она в какой-то момент должна повернуться. Я подошел к своей машине, припаркованной. И если что, вдруг спрячусь резко. И тут, как и думал, она резко поворачивает голову. И я так резко присел, что сравнялся ростом со свое колесо. И вот здесь у меня вопрос, уважаемая редакция. Если тормозные диски проржавели их, надо менять? Или все-таки можно еще как-то поездить? Стой, 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 еще ничего не произошло. У меня было такое ощущение. Ребят, пока вы думаете, кого выкинуть, я вам про короткий, длинный, как ты спросил, расскажу. Ну, анекдот, умирает старая проститутка, вот прям умирает, она там при Ленине еще работала. И все проститутки собрались, потому что она там прям гуру. Если я буду так умирать, вы тоже, блядь. Вот, она умирает, и все проститутки собрались. Говорит, у нас к тебе есть вопрос. Она, какой? Она говорит, скажи, пожалуйста, вот ты прожила долгую жизнь, столько сексом занималась. Какие члены самые лучшие? Она говорит, в смысле? Она говорит, ну какие, маленькие, средние или большие? Она такая, конечно же, средние члены самые лучшие. Проститутки все-таки говорит, ну мы бы поняли, если бы ты сказала, что большие члены лучше всего. Мы бы поржали, если бы маленькие. Почему средние члены лучше всех? Она такая, больших не бывает. Вот это вот к тому, что, ну, Вик, ну докажи. Я понял, что после слова вы получат аплодисменты всегда. В следующий раз, да, я буду видеть. Внимание! Итак, сейчас мы будем голосовать. Начиная с Антона, ты говоришь, на самого хренового участника. Показываешь и Вика, наш ангел. Наша жизнь, грудь и все остальное отдает ему голубую, твою мать, метку. Итак, у кого голова для того, чтобы в нее есть? Чей интеллект находится на уровне плинтуса? Кого команда удалит, как больной зуб? Кто вылетит из команды, как пробка из шампанского? Узнаем прямо сейчас. Итак, Антон, ты голосуешь за кто вылетает. Я заслушался твоими подводками из Яндекса. Сейчас. А мне кажется, что... Вот честно, я сам люблю поматериться. Очень сильно. За себя нельзя. Я прямо сейчас хочу это сделать, но... Сашка, прости, Сань, реально. Хоть он и оранжевый, острый, вроде веселый, но... Желтенький. Желтенький даже, да, вот желтенький. Немножко резануло мне слух. Прости, Сань. Прости. Александр Кудрявцев получает первую голубую метку. Саша. Прости. Мне это было привычное. Сань, а можно переиграть? Да нет, все нормально. Не друг, так не друг. Мне подходит. Да, рядышком. Поехали. Леш. Мне очень трудно решать, потому что я сам набрал довольно мало аплодисментов. Мне было совестно. Это ты говоришь, да? Не, я сейчас могу против тебя проголосовать. Хороший аутсайдер. Слушайте, у меня большая проблема всегда. Я не запоминаю анекдоты. Вот я их слышу, и тут же они вылетают у меня из головы. Просто человека убери, да и все. Хотел бы я, чтобы было все так просто. Поэтому сейчас мне нужно просто проголосовать против того, кому было меньше всего аплодисментов. И это было, судя по всему, не ты. Кроме меня, меньше всего аплодисментов было, насколько я понимаю, все-таки про желтого ослика. Я бы не хотел начинать с того, что выношу прям вторую карточку человеку, который ее уже имеет, но... Ну, как говорится, карточки-карточки. Сори, Саш, вторая голубая меточка. И это не говорит о плохом качестве анекдота или рассказчика. А, короче... Ты мертвого ослика или как? Смотрите, Сашка, по крайней мере, добил, значит, как-то. Была добивка. Про, прости, но ты запутался в калькуляции. Ты сам реально сидел, вспоминал, считал, как там, что должно происходить. Но, как мне кажется, окончательно заживал финал анекдота. Это Антон Новокрещенов. Неплохая была подводка. Но ты не добил. Вот у меня полное ощущение, поэтому Антону... Антон Новокрещенов. Я тебе потом скину в WhatsApp. Первая голубая метка. Мое к тебе отношение, Андрюш. Скину все в WhatsApp. Да, давайте. Нажимаем врань. Это справедливо. Отлично. Да, и эти люди нас представляют на смех замка. Ладно, давайте. Так. Саш, теперь я голосую, что ли? Да, голосуй. Так, ну, у тебя же честное шоу. Ты же нам заранее не говорил, кого нужно выгонять заранее. В смысле не говорил? Тебя нет в этой болталке, что ли? Где мы решаем, кто тут... Она без меня, получается. Поэтому, смотрите. Вот тяжело, тяжело, поскольку всех знаешь. Никого не хочется обидеть. Но нас тут двое, Сань. Нас тут двое, Саш. Поэтому прости, пожалуйста. Александр Кудрябцеву твой голос. Александр Кудрябцев. Бог тебе судья. Ослик был крутой. Вика, здесь очень жарко. Может быть, ты в бикини будешь? Ты же мисс бикини. Уронила специально. Вика, подними, Вика. Вик, ну разве так приседают? Надо же от бедра. Поехали. Семен Семенов. Я просто видел, как Вика, когда к Антошке подходила. Она так немножечко на Алексея засмотрелась. Мне кажется, там искра проскочила. Сходи еще разочек. Леша мет. Леха, да? Вот так вот. Странно, что Евреев не зашел. Так бывает. Нормально. Так бывает. Он быстрее считает. Поехали. Саша Кудрябцев. Я согласен с Андрюхой. Отдаю Антохе. Потому что просто, ну, последняя подача была не пончевая. И все. Не добил. Только это, да. Антону, да? Антону Новокречену? Нет, ты не свое отдавай. Я попал. Хорошего. Здесь вот это не канавит. Ох. Голубая метка. Итак, у Антона. У меня три. У тебя три. И у Леши одна. Поехали. Все уже сказано. Я против Антона. Ох, как. Интрига. Напоминаю, что я буду решать, если сейчас Виталий как-то по-другому распределит. И тогда уже без обид. И не надо мне делать здесь крайне. Три-три. Это прям уже в самое сердце. На положение. Я считаю, что нужно реально после первого круга убирать какие-то все качества знакомства, отношения друг между другом. Поэтому я двери здесь нет. Поэтому я только по реакции буду сейчас определять. Леша. Леша. Здорово, пожалуйста. Спасибо. Итак, уважаемые друзья, у нас спорная сейчас ситуация. У Леши две, у Саши три, у Антона три. Правильно? И вы сделали так, что я должен принимать решение, кого же мы выбросим. Так? Итак, друзья мои, на данном этапе я принимаю решение, что проходит дальше финал. Козлы такие. Козлы такие. Давай, очги. Нам с Сашей по выстрелу. Давай, по шуточке, по анекдотику такому, даже мини-шутка давайте. Мужик после рыбалки хвастается другом, говорит, вчера был, закормил, прям так все хорошо, тихонько забросил, поплевал. Он говорит, ну вот, ну вот, наверное, вот, да не, 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 вот, вот, да ну не, не, вот такой хуй хочу. Он понял, Тим? Если вам... Сика, сик. Поехали, Саша, давай, жги. Схема рабочая, да? Я все, все. Так, матершины. Ребят, давайте без матершины, Саша, какой хочешь, можешь матершины, давай. В общем, граф по своему замку ищет графиню, не может ее найти, приходит в комнату, там горничная, спрашивает у горничной, где графиня, она говорит, пошла на кухню. Тот чпокнул горничную, пошел на кухню, приходит на кухню, смотрит, там кухарка, у кухарки спрашивают, видели графиню, пошла в сад только что, он чпокнул кухарку, пошел в сад искать графинюшку дальше. Приходит в сад, там садовница, он у садовницы спрашивает, графиню видели? Она говорит, она в бассейне купается. Он чпокнул садовницу, пошел в бассейн, в бассейн приходит, смотрит, там графиня, он, графинюшка, язык искать. Друзья мои, дальше проходит Антон, Саша выбывает. Спасибо, Саша. Итак, мы сделали небольшой перерыв для того, чтобы начать готовить вкуснятину. Видите, никто не курит, поэтому это может быть в кадре. Поехали посмотрим, что там. Итак, ребята, что же мы сегодня будем готовить? От наших друзей, от пикника, только там можно купить супер-классные грили Вебер. Мы готовим сегодня вот такую штукенцию. Йоу. Сегодня все участники попробуют. Блин, я хотел худеть. Ну что, давайте с этой стороны начнем, поэтому Антон Новокрещенов. А, с меня, да? Хорошо. Каратышок, потому что будут, я так понимаю, длинные. Каратышок. Из воспоминаний военного человека. Иду я осенью, в 41-м. Грязь, промозглый ветер, дождь клещет в лицо. Через болото, ноги все в кровь. На дел 42-й вроде нормально. Друзья мои, вот так вот. Игра слов для тех, прям, разжалывает. Да, ладно, все. Игра слов. А, видимо, не твой конек. Ну, идем дальше. Ладно, я понял, какая тема здесь заходит. Короче, старый добрый анекдот про персонажа. Вовочка ложится спать. Денис. Что? Да, да. Не надо. Вовочка ложится спать. Уже только закрывает глаза. Вдруг открывается дверь в его комнату. Заходит мама. Вовочка! Чего? Писю на ночь мыл? Да. Ну, к дай понюхать. Мама подходит, скидывает с него одеяло там. Ушла. Вовочка в непонятках переворачивается на другой бок. Только закрывает глаза. Только вот засыпается, он к нему идет и снова дверь открывается. Отец входит. Вовочка! Писю на ночь мыл? Да мыл, мыл. Ну-ка, дай понюхаю. Откидывает снова одеяло. Ушел отец. Вовочка так и сяк переворачивается. Господи, когда же мне дадут поспать? Да, детская травма на пороге прям. Крутится, вертится, заснуть не может. Блин, надо что-то делать. Писю на ночь откидывает одеяло, выходит из комнаты и идет к деду. Открывает дверь в спальню. Деда? Деда? Что? Писю на ночь нюхал? Что? Нюхай быстрее, мне спать пора. Вот так вот, друзья мои. Что за семья? Ну, что заходит. Да, да. Мне кажется, иногда и подво человека можно выкидывать. Короче, такой анекдот. Если вот в эту сторону шли, я тему дальнобойщиков продолжал, то теперь я еврейскую тему, с вашего позволения, продумал. О, да, травовочка еврейская. В смысле? Мытые писи, евреи где-то. Да нет, ну там до этого, Толь. Ну давай, давай. Ну зачем ты мешаешь? Давай, этих понятий тут люди обидят. Умирает самый-самый вредный в мире еврей. Самый вредный. Ему устраивают огромные похороны, потому что он при этом еще наверняка был очень богатым. Но самый вредный еврей с оркестром. И вот хоронят с оркестром, и дирижер собирает всех после того, как, ну после жмуров, после похорон, и начинает разбор полета. И говорит, я таки понимаю, что это самый вредный еврей, и вам сложно было идти и не улыбаться. Но вот, Абрам Израилевич, вы шли в самом конце и активно хлопали в ладоши. Он говорит, у меня есть уважительная причина. Я забыл дома тарелки. Да. Саша обрадовался, да? Можно еще прожить кружок как минимум после таких рассказчиков. Да-да-да. Давай. Встречаются два друга, сели, выпивают, и один другому говорит, слушай, ну, у меня, в общем, история для тебя есть. Дело в том, что, ну, неприятная ситуация произошла, и я вынужден тебе ее рассказать, потому что не могу больше держать при себя в душе. В общем, я переспал с твоей женой. Ну и ладно. В смысле, ну и ладно? Я с твоей женой переспал. Ну, ничего страшного, переспал и переспал. Слушай, ну, ты понимал, к твоей жене иногда еще сосед забегает. Ну, раз в недельку точно у нее бывает для того, чтобы пошпилиться с ней. Ну, ладно, пусть забегает. Странно, конечно, но ладно, тогда просто имей в виду, что мужики с работы тоже к ней ходят и постоянно как бы с ней занимаются любовью. Ну, ладно, ладно, пускай ходят и занимаются. Слушай, ну ты какой-то странный, к твоей жене уже весь двор выстроился, по два часа в очереди стоит для того, чтобы ее пошпилить. Слушай, ну, что ты мне предлагаешь? Ну, как что предлагать? Только разводись с ней, нахрен такая нужна. Ага, чтобы потом вместе с вами в очереди стоять. Отлично. Семен, давай. Короче, какая-то кавказская семья, не знаю, грузинская, армянская, не так важно. Сын подходит к отцу и говорит, папа, папа, объясни мне, у меня вопрос к тебе, папа. Давай, Синочка, золотой, конечно, задавай, все расскажу тебе, все покажу, что тебя интересует, золотой мой. Говорит, папа, зачем пальцы на руках нам? Я не понимаю, зачем нам пальцы нужны эти на руках? Синочка, сейчас расскажу тебе все. Вот смотри, у тебя есть палец большой? Есть. Вот показываешь, когда тебе кайфово, что ты кайфуешь, молодец, хороший. Указательный называется указательный. Ты прямо указываешь, где их место всем, да, понял, понял. Все отлично, есть у тебя мизинец, да, ухо поковырял, хорошо стало, все, кайфуешь, молодец, опять большой, да. Этот палец безымянный, на него тебе вырастешь, жениться будешь, колечко наденут, тоже девочки твои колечко наденут, красиво будет. Папа, этот зачем палец? Папа, зачем? Синочка, вырастешь, женишься, расскажу. Проходит время, вырос, женился, подходит к отцу. Папа, ну что, время пришло, расскажи мне. Ты все пальцы помнишь? Да, все помню этот, кайфово этот, им все показываю, ухо ковыряю, здесь уже колечко у меня, все. Этот, зачем? Синочка, слушай, будет первая брачная ночь у тебя, да? Пойдешь к ней, к девочке своей, все сделаешь красиво, она будет радостная, скажет, еще хочу. Ты, как настоящий мужчина, как-то напряжешься, сделаешь еще раз, и красиво она скажет, еще хочу. Но ты соберешься с силами, подойдешь, все сделаешь по высшему классу, как я тебя учил, супер красиво сделаешь, и тут она скажет, еще хочу. И вот тогда, сыночка, берешь этот палец, подходишь к ней, и говоришь, женщина, ты совсем с ума сошел. Вот прям веришь ему, понимаешь? Вот прям грузин. Молодец, отличный. Спасибо. Да, да, да. Грузин-альбинос, ну красиво. Грузин-альбинос. Ну красиво. Видишь, какие подводки делает? Давай, Ирина. Ладно, погнали. Приезжает генерал, значит, в глухую часть инспекции, ходит, проверяет там оружие. Оружейку все, строй, форму. И тут уже в конце выздает такую фразу. Да, дико здесь у вас, дико. Как вы тут без баб-то живете? Товарищ генерал, так у нас слон есть. Опа, нихрена, ну показывайте. Ведут его в ангар, там слон здоровый, сзади трап. Генерал такой, нихрена тебе, а мне можно? Ну, товарищ генерал, вам, конечно, можно. Генерал поднимается по трапу и начинает слона драть жестко. Закончил, спускается довольный, ширинку застегивает. Говорит, ну вы, блин, даете. Это вы, товарищ генерал, даете. А мы за ним за хлюхами ездим. Сумазал. Да, гринпис, гринпис. Поехали дальше. Коротенький анекдот про двух евреев. Два еврея на похоронах. Один другому говорит, Изя, а это шо у тебя за прекрасные часы? Он говорит, ты знаешь, это мне папа перед смертью продал. Все. Да, да, да. Ну что, друзья, давайте так. Есть за кого голосовать. Я бы так сказал, внимание. Какой круг, так и анекдот. Кто прыгает с вышки в пустой бассейн? Кто не учился в ПТУ, потому что не прошел по конкурсу два места на человека? Кому на 25 лет подарили пазл из четырех кусочков? Чья мама думала, что животик от пива? Так, начинаем голосовать с этой стороны, Антоха, с тебя. Я за маму, у которой животик из-под пива. Так, ладно. Вик, ты уже вставай. Это тебя приятно смотреть. За меня? Нет, нет. Ни в коем случае, Леша. То есть у меня просто красивая нога? Нет, просто удобная самая. Хорошо. Держись за меня. Нюхать. Хороший анекдот про то, что Вовочку научили все-таки. По крайней мере, стабильно ему подходили, нюхали писью, и он потом понял, что это как бы в семье так принято. Это нормально. Вполне естественная ситуация, сам с таким сталкивался. А Андрюха... Нюхал или давал нюхать? Нет, нет, учил детей. Прости, ты реально запоминаешь все анекдоты? Я постарался сейчас максимально это сделать, потому что я уверен, что... Ты святой. По крайней мере, ладно. Андрюшка, Саня, Сашка, честно, следил долго, классная подводка, очень круто, про то, как человек стойко выдерживает, а то, что его жену просто через его жену проходят абсолютно все. Ну и переходи к Семену. Да, и вернусь к тебе, про очередь мне показалось не так... Я думал, что добивка будет вкуснее. Намножко вкуснешко. Вот так я немножко по-бжешски скажу. Поэтому, ну, Сань, прости, прости, ради бога, да, ты прости. У меня, по крайней мере, ни одной не было, хоть одна. Саша Мирушка, да, правильно, свой голос? Отлично. Не было одной, станет две. Прости, Саша, проблема. Просто, да, ладно, я не буду обедать. Все, не было одной, стало две, уже нормально. Андрюха. 41-й негодный размер, Антоха, тебя немножечко подкосил. Да что ж ты будешь делать? Смотри, он, у него прицел в эту сторону и все. Это было не патриотично просто. Согласен. После 9 мая. Я думаю, что актуально, но да. Вика, можешь далеко не уходить. И сразу же вторую оставь там. А это от меня. Отлично. Семен. Моя очередь? Да. Антон. Антон. Третий голос Антонов. Отлично. Ты очень популярен. Илья. Тут было два кандидата у меня, я сейчас смотрел, думал, размышлял. Мне кажется, вообще каждый из нас мог эту метку сейчас получить. Вот, но Саша. Саша. Я тут, кто первый получил, вот два кандидата. Благодарю. Сейчас Виталя сливает голос, Толя, и опять ты будешь выбирать. Не надо. Хватит. Давай ты побыть ган... У тебя, Антоха, был анекдот, который нужно было додумывать самому. И это прекрасно. Я против того, чтобы женщину тратить толкой. Извини, пожалуйста. Да, да. Прости. Все, Саша, мы снова вместе. Феминист. Итак, друзья мои, заслуженно я считаю. Заслуженно Саша вылетел, незаслуженно Антон остался. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»